По-моему, Жак и Забель тебе не нужна. Она какая-то... Мне не нравится она. Мне кажется, она, да, что-то такое. Хот-доги, гамбургер, мне не по душе. Странная женщина. Как-как выйти отсюда? Господи, боже, какой ужасный замок. Как-как-кошмар какой-то, где выход, ё-моё. Ой, ты такая скучная. Да пошла ты. Привет, мои любители древности. Это канал JPlay. Это Нэнси Дрю. Сокровище Королевской Башни. Четвёртая часть. И, в смысле, часть четвёртой серии Нэнси Дрю. Не в смысле, не четвёртая серия, в смысле, этой части. Короче, ну вы поняли, да, наверное. Четвёртая игра, вот. Всё, отстаньте. У нас тут беда. Мы не знаем, что делать. Мы встряли. Эти нам ничего не советуют. Как бы вообще ничего не понятно. Чё делать? Время шесть. Утро, вечер, непонятно. Надо дождаться, когда закончится метель. Метель всё никак не заканчивается. Всё плохо. Тебе помочь? Да, помоги. Чё делать дальше? Увидимся, мистер Иган. Как скажешь. Когда приходит эта баба, я не помню. В какой момент надо прийти сюда? Короче, это что-то странное. Я вообще ничего не смогла сделать. Пришлось. Чё вы думаете? Пришлось лезть в прохождение, потому что едит твою мать, да. А чё вы хотели? Вот такие игры, да, вот так вот. Где там этот лифт? Блин, подожди, где лифт? С какой стороны лифт? Вот этот лифт, да? Да, вот он. Так, надо на первый этаж выехать. Открой. Короче, нужно перемотать время на десять вечера. Ну, по крайней мере, так в прохождении сказано. Я уж не знаю, как человек до этого догнал. На первый этаж. Поехали. Не представляю, как до этого догнал этот гений, но нужно прийти сюда вечером и пройти тем же путём, который мы проходили. Типа вот в эти вот места. Так, сейчас, секундочку, я пароль забыла. Три звёздочка семь два. Хорошо, что я записала его ещё себе на листочек. Да, в смысле? Подожди. А, ключом надо, точно. Так, разверну... Блин. Ну, еди, твою мать! Да, тупое управление вернулось на место преступления. И это нельзя сбросить, вот это вот. Потрясающе. Зашли. Развернулись, развернулись! Отошла! Три звёздочка семь два. Всё, заткнись. Какой ужас! Какой ужас! Какой кошмар! Какой кошмар! Неужели нельзя было автоматом делать так, чтобы этот код вводился уже? Потому что один раз мы его ввели, типа, зафиксировать, сказать, что, типа, всё, больше можете не вводить. Как мы шли? Как это вспомнить теперь? Так, мы ползём вот здесь. Так, вниз. Не так. Так. Вот ещё, смотри, вот здесь вот попробуй вылезти как надо. Так, вниз, вниз, вниз. И вот так, вот. Теперь вот сюда. И вот сюда. А, и это заново надо... Ё-о-о-о! Первая, четвёртая, вторая. Первая, четвёртая, третья. Вторая, нет. Первая, четвёртая, третья, пятая. Шестая, вторая. По-моему, другой был порядок в прошлый раз. Да, смотрите, звук пилы. По-моему, в другую сторону надо, да? Едит, твою мать, запуталась. Уже запуталась. Да, здесь идёт, слышите? О! Пожалуйста. Знаете, здрасте. Здорово. Нэнси, что ты здесь делаешь? А ты? Ну вот, сюда нужно было приходить именно вечером, понимаете? Мы пришли немного не в то время. И всё. И квест как это. Нет бы, блин, сказала бы. Взяли бы ограничения, поставили бы. Потому что, типа, Нэнси, типа, сказала бы, надо прийти вечером, надо поспать. И поспала бы автоматом сама. Это слишком просто. Да, нет. Это старые игры. Это вам вообще, да, не расслабон совершенно. Я искала автомат с попкорном. А вы... Я вот это предлагаю. Я искала автомат с попкорном. А вы что здесь делаете? Нэнси, я всё объясню. Да? Только не говори, пожалуйста, никому, что ты видела меня здесь. Если я уеду во Францию, Изабелли расстолгнет помолвку, и я снова опозорю свою семью. Ай-яй-яй. Я должна молчать, кто разрешает из замка идти, пройти, но вы устроили погром. Вас, ваша невеста ждёт, что... Давай вот это спрашиваю. Ваша невеста ждёт, что вы проникнете в королевскую башню? Я делаю это ради своей страны и ради своей семьи. Изабель тут ни при чём. Но я хочу доказать самому себе, что я достоин её любви. Распилив решётку? Ваши находятся документ, который принадлежит Франции. Я найду его и верну своей стране. Тогда моя неудача на Олимпиаде будет забыта. Да? Так просто? Блин. Почему вы думаете, что ведь её перевезли? Ага. Почему вы думаете, что этот документ до сих пор в башне? Ведь её перевезли в Висконсин сравнительно недавно. Раньше башня была частью замка Шатурушмон. Да, это мы так знаем. Когда Эзра решил её выкупить, мой прапрадед управлял всеми работами по разборке... Посмотри, как тут все завязаны. Как-то раз он остался один в башне и во время работ обнаружил тайник в одной из стен. Тайник? Но это неудивительно. Что было потом? Да. Там лежал старый дневник с королевским гербом на обложке и медальон с необычным голубым камнем. Ага. Он услышал шаги и спрятал медальон в карман. А дневник положил обратно в тайник. Он не успел положить медальон на место и посмотреть дневник, так как башню отправили в Америку. Прапрадед так и не узнал, кому принадлежали те вещи. Подожди, хочу вот это. Почему ваш прапрадед никому не рассказал о своём открытии? Он не рассказал о своей находке Эзре Уикфорду. А. Ну, могло быть такое, да, типа... Ну, да, могло быть такое, да, типа, как бы это-то, она ехал бы, типа, чё ты лазишь. В моей башне я её купил. А чё... А подожди, а про медальон больше нельзя спросить? Ну, вам-то он о ней рассказал. Но вам-то он о ней рассказал. Я был его единственным праправнуком. На смертном Одере он отдал мне медальон и всё рассказал. Ага, он у тебя. Он умолял меня поехать в Висконсин, найти дневник и привезти его во Францию. Ответственность, выполняя последнюю волю вашего прадеда, как думать, кому принадлежал этот дневник. Наверное, вы чувствуете большую ответственность, выполняя последнюю волю вашего прапрадеда. Конечно. Но я делаю это не только ради него, но и ради Франции. На дневнике был королевский герм. Скорее всего, он принадлежал Мрии Антуанетте. А, ну вот он. Ведь она жила в башне во время революции и могла записать свои воспоминания. Я думаю, в дневнике находится доказательство её невиновности. Ещё один. В любом случае, этот дневник может изменить всю историю Франции. Почему вы думаете, что дневник до сих пор в башне? Конечно, при перевозке и установке башни кто-нибудь мог найти тайник. Но в любом случае, это ещё не доказано. Я должен сам всё проверить. Нинси, мне нужна твоя помощь. Может, ты посмотришь на мой медальон и сможешь узнать, для чего он нужен. Наверное, чтобы открыть что-то, да? Давай лучше про Кристи скажем. Я помогу вам, но вы должны рассказать обо всём Кристи. Она поймёт. А вам больше не придётся среди ночи пугать постояльцев гостиницы звуками напильника. Декорненси. Обещаю, я расскажу обо всём Кристи Лейн, как только смогу. Ты поможешь мне? Думаю, этот медальон заинтересует тебя, и ты выяснишь, для чего он нужен. Он лежит в моём шкафчике. Можешь пойти и посмотреть на него. Код 2665. Увидимся там. Я записала. Нельзя доверять этой игре. Она не произнесёт потом мне. Так, тихо-тихуночку, что-то ещё. Жак, вы меня заинтересовали. Мне уже не терпится увидеть медальон. Нинси, ты лучшая. Не буду спорить. А чё бы нет-то, а чё бы нет-то. Так, а как выйти? А теперь мне куда? Всё, я могу уходить отсюда, да? Мне надо пойти в шкафчик. Куда я выйду? А, вот. Декстер, Жак, Кристи, Сэмми, Мэри. Мы таких не знаем. Так, 2665. Давай сначала вот сюда, наверное. Два. И закрепляем, да? Вот откуда у меня вот эта вот хрень, чтобы закреплять. Вот я в ктулху всё время пытаюсь применить закрепление на сейфах пыталась. Потому что вот, в Нинси такая хрень есть. Два. Так, дальше шесть. Он, по-моему, в другую сторону может кататься. А вот и медальон. А подожди, ну-ка, дай, почитаю. Дорогой Жак, я очень стараюсь быть терпеливее, но не могу понять, почему ты так медлишь. Мои родители очень консервативные люди. Они думают, что ты сделаешь мне предложение традиционным образом. Я верю, что наша любовь делает нас богаче. Всех королей и королев. Но я не хочу всю жизнь есть хот-доги, гамбургеры. Ты говорил, что у тебя есть план. У тебя есть план. Ты говорил, что через пару недель всё будет в порядке. А прошло уже два месяца. Я не могу ждать вечно твоя крошка Изабель. По-моему, Жак, Изабель тебе не нужна. Она какая-то... Мне не нравится она. Мне кажется, она... Да, что-то такое. Хот-доги, гамбургеры мне не по душе. Странная женщина. Жаку Бруне. Замок Уикфорд. Служба иммиграции и натурализации США. Солтлайк-сити Юта. Согласно нашим данным, срок вашей гостевой визы истекает через месяц. Нахождение в стране по истечении указанного срока является нарушением закона. Его ещё и устраняют. Так, ясно. Так, это часики. Это что такое? Б значит блеск бриллианта. Ага. Ой. 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 Ой-ой-ой. Блин, я не готова так много читать была. Ладно, хорошо, давайте. Сегодня мы изучаем с вами бриллианты. Оценка бриллиантов. Цвет, огранка, чистота, вес и стоимость. Бриллианты прозрачные? Не совсем. Если рассмотреть этот камень под специальной ювелирной лампой, то можно увидеть, что бриллиант переливается всеми цветами радуги. Кроме того, цвет бриллианта второй по важности фактор, влияющий на его цену. Первым является вес. Чем прозрачнее или бесцветнее бриллиант, тем он дороже. Большинство камней окрашены в светло-желтый или светло-коричневый цвет. Некоторые бриллианты их называют фантазийными. Могут быть с голубым, розовым, фиолетовым или красным оттенком. Цвет бриллианта оценивается по специальной шкале, где градации цвета характеризуются буквами латинского алфавита от A до Z. А, смотрите, шкала цвета. Бесцветный это с D до F, почти бесцветный с G до J, желтоватый КЛМ, светло-желтоватый НР, НОПР, КУР и желтый все, что остальное. А первый какой с A до C? Безупречный. Алмаз не граненый. Эта шкала разделена на группы и начинается с совершенно бесцветных бриллиантов. И далее идут плавные переходы с увеличением насыщенности желтого цвета и заканчиваются последней группой, которая имеет желтую окраску. Какой-то ссанный бриллиант, да, вообще говнянка. Существует несколько форм огранки бриллиантов. Круглый изумруд, сердце, да, маркиз, овал, груша и принцесса. Ну-ка, давайте посмотрим. Изумруд, просто такой, ну, как вот квадратик, да, маркиз какой-то. Смотрите, вот это морда, на черное зеркало похоже вот этот вот мордот, 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 который вот этот метко проявлялся на экране у нас в третьей части, когда мордот захватил этого Дэрена. Овал, сердце, ну это сердце, круглое, ну круглое, принцесса, а, принцесса квадрат, а это какой-то такой, груша, это снова мордот. Однако не все камни одинаковые огранки выглядят одинаково, и совсем не обязательно быть опытным ювелиром, чтобы увидеть разницу в качестве огранки бриллиантов. Наиболее популярны огранки круглой формы. Именно такие бриллианты обладают самой яркой игрой цвета. А что, не сердце? А то, блин, ишьте... Ну не, я согласна, на самом деле, мне кажется, круглый самый такой, наверное, популярный. Самой яркой игрой цвета, тем более еще и самая яркая игра цвета у него. При строгом соблюдении пропорций идеальной огранки, бриллиант способен отражать практически весь свет, попадающий на него. На рисунке изображены пропорции идеальной огранки камня круглой формы, рассчитанные толковским. Идеальная огранка пропорций. Понятно вам? Вот, смотрите. Тут, правда, очень мало видно что-то, но что-то да видно. Все, это закончилось. Больше мы не узнаем про бриллианты. Такой небольшой, как бы, экскурс в историю бриллиантов, как вот отличать вот это все. Я вспомнила сразу этот. Если наступит завтра, когда он обучал ее, по сути, девушку, которая ничего вообще не знала про бриллианты, он обучал ее отличать фальшивку от настоящих и стоимость бриллиантов определять. Клево было. Прикольно. Хорошо научил. Так. Ах вы, тварец! Кто-то ударил меня по голове. Что за хрень? Кто там звонит? Да щас! Алло! Кажется, сперли медальон, да, у нас? Так, не знаю, что случилось. Открыла шкафчик, больше ничего не помню. Я сама не знаю, что случилось. Я открыла ваш шкафчик, и больше я ничего не помню. Нэнси, мой медальон у тебя? Ну, как ты думаешь? Разве его не нашли, когда поднимали меня? Нет, конечно. Нет, скажи, что ты шутишь. Давай, успокой меня. Извините, Жак. Но это не успокоит его. Я знаю, как дорог был вам этот медальон. Не может быть. Как же? Я этого не вынесу. Спасибо, что поинтересовался, как я себя чувствую. Вообще издевается. Слышь, что происходит в твоем отеле? Спасибо, что пришла. Я хотел поговорить с тобой. Ты поскользнулась. Ни хрена. Как ты себя чувствуешь? Меня ударили. На меня напали. Спасибо. Что вы хотели? Какой поговорить? Я хочу наехать на него. Дай подожди. Скажем так, кто-то решил, что на этих каникулах я должна отдохнуть как следует. Но лежачий отдых не для меня. Так что я очень скоро поправлюсь. И все? Я нашел тебя в подвале. Ты была без сознания, и я отнес тебя в твою комнату. Я заметил на твоих ботинках красную пыль. Интересно, откуда она? Спроси у того, кто меня ударил. Если это не ты был. Вдруг это был он. Красная, не знаю. Надеюсь, я не разнесла ее по всему замку. Надо кое-чем признаться. Я нашла потайный уход, который ведет королевскую башню. И, как вы знаете, в том туннеле красная пыль. Надеюсь, вы не будете сердиться. А он знает, да? Да? Хе-хе-хе-хе. А давай скажем, а че бы нет. Я должна кое-в чем признаться. А че нет-то? Я нашла потайной уход, который ведет королевскую башню. Я случайно. И, как вы знаете, в том туннеле красная пыль. Надеюсь, вы не будете сердиться. Ну что ж. Если честно, я просто поражен. Да? Эзра Уикфорд постарался, чтобы дверь в туннель была хорошо спрятана от посторонних глаз. Когда я был маленьким, то очень хотел попасть в ту башню. Эзра сказал, что покажет ее мне, если я открою потайную дверь. Наконец, мне удалось попасть в туннель. Когда я вышел, я весь был в этой красной пыли. Эзра посмотрел на меня и рассмеялся. А потом ты стал мошенником, да, и опозорил его. Так, че, очень интересная история. Я рада, что вы не сердитесь. Наша общая черта. Что вы увидели? Давай вот это. Очень интересная история, мистер Игон. Я рада, что вы не сердитесь. Любознательность наша общая черта. Честно говоря, ты заслужила право осмотреть башню. Но тебе нужно открыть решетку. Как? В сарае есть старый ключ. Метель закончилась, и теперь ты можешь пойти и забрать его. Да, конец так. Но будь осторожна. На улице все еще очень холодно. Третьи сутки отдыхаем, все, не на улице никак не попадаем. Я не хочу беспокоить, но мне нужно найти сад. Не знаете, где он? Где именно... Так, давай вот это скажу. Я не хочу вас беспокоить, но мне нужно найти сад Эзры Викфорда. Не знаете, где он? Там нет ничего интересного. Но если тебе так хочется побродить по морозу... Очень. ...когда выйдешь из дома, поверни налево и иди в сторону от сарая. А вот этот ключ от него, да, у меня? Эээ, а что все... Увидимся, мистер Иган. Как скажешь. Да. Ну вот, нормально все разговорили мужика. Так, подожди, как куда выходить-то? Не сюда, да? Зашибись. А куда? А как выйти на улицу-то? Алло, мужчина. Привет, Нэнси. Спасибо. Увидимся, мистер Иган. Ты молодец. Да, я, да, я такая. Кто меня по голове огрел? Какая тварь? Подожди, ничего не понимаю. А как мне выйти? Я где-то видела выход. Подождите, где-то там на верхах, по-моему, был выход. Как теперь его найти? Блин. Ну вот это вот... Потому что здесь куча тупиковых локаций. Блин, пойди вспомни, куда тебе надо идти. Очень все сделали много... Мы не ходим по вот этим вот всем местам. Зачем здесь столько сделать оцветлений? Как мне выйти? Куда пойти? Так, я куда-то попала. Нет, это не сюда. А вот сюда, наверное, медальон вставляется, да? По форме подходит или нет? Да, ё-моё. Одни тупики. Да что ж такое-то? Я потерялась. Всё, я потерялась. Как... Как-как выйти отсюда? Господи, боже, какой ужасный замок. Как-как... Кошмар какой-то. Где выход? Ё-моё. Так, нашла. Нашла. Пропустила. Прошла. Вот. Подожди. Так, а эта женщина пришла? Пришла? О, давай с ней пообщаемся. Так, что ты нашла в библиотеке? Чё? Ты что? Вот ты следила за мной, да, дрянь такая? Угу. Блин, она мне кого-то очень сильно напоминает. Я вспомнила, кого она мне напоминает. Помните в Бетховене? По-моему, в первой части, да. А, этот Джордж Ньютон, с кем пытался контракт свести, там была пара супружеская, они хотели все его бизнес купить, и, короче, они заставляли его подписать документы, бумаги, и пытались отжать его бизнес, а он не знал об этом. А Бетховен это почувствовал, короче, их там опрокинул, на стульях прокатал, там вообще просто перевернул их, все, короче, сделал. Так вот, эта баба, вот эта вот, вот эта там, с мужем, которая была, вот, вот эта вот, вот эта баба похожа на ту бабу, понятно, вот. Короче, кто, кто смотрел, тот, 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 вот, вот, мне кажется, она похожа, мне кажется, да. Так, а вход воспрещен, слышит я? Вы же знаете, что вход туда запрещен. Да брось, Нэнси, ты ведь уже начала расследование, я вижу особый блеск в твоих глазах. А тебе все расскажи да покажи, да, дрянь? Угу. Это так заметно? Нужно поработать над сдерживанием эмоций. Я так и знала. Ага. Ну, рассказывай быстрее, что ты там нашла? Трупы? Коллекцию жуков Эдрю Викфорда? Да. Кстати, да, мы нашли бабочек. Там просто много пыльных книг. Я обнаружила там потайную комнату Эдры. Не думаешь, что что-то произойдет. Но ни трупов, ни сокровищ там нет. А вот коллекция жуков действительно есть. Да? Что еще? Расскажи. Так, не-не-не, вот это я не буду рассказывать. Да ничего интересного. Там была полусгоревшая свеча и несколько старых документов. Ой, ты такая скучная. Да пошла ты. Вы знаете, что профессор Хочкес написала книгу о Марии Антуанетте? Да, я читала об этом в интернете. Похоже, историки считают, что Хочкес просто дилетантка. Ну, вообще, у нее реально пока что я не увидела ни одного какого-то такого факта, подтвержденного чем-то. Все только ее лично, вот ее догадки. Она их выдвигает за свою теорию и при этом как бы ничем не подкрепляет эту теорию. Может быть, здесь выход? Я где-то же точно видела выход наружу. Она сказала, что типа там еще метель до сих пор. Где я его видела? Вот там вот, да, по-моему? Ты тут? Не, его тут нет. Ага. А почему его тут нет? Потому что с 2 до 17 его нет. Понятно? Нет, подожди. Он должен быть здесь. Ты че? С 2 до 17 он работает. Алло. А, вот он, все, да. Время просто, видимо, мы тетелька в тетельку пришли. Не могу поверить, что ты потеряла мой медальон. Ты так неогнательна. Ну вот я тоже думаю, может, это он ловушку подстроил? Брянь такая. Ну-ка, че, алло? Что случилось не по моей вине? Я не теряла ваш медальон. У меня его украли. А где были вы? Даже не у меня я не успела его взять. Когда я вошел в раздевалку, ты лежала на полу. Мангио. Американки сведут меня с ума. Тогда держитесь от меня подальше. Да, не подходила. А ты слышь, ты слышь, ты слышь, ты слышь. Ты меня подставил. Ты привел меня к какому-то маньяку, который меня по голове ударил. Скотина ты такая. Так, че, куда надо идти? Тут нет? Прямо можно идти просто, да? Ну вон домик какой-то вижу. Я туда пошла. Так, хорошо. Вход воспрещен, мне разрешили. Так, а че здесь я должна увидеть? Ага, зашла я. Так, че тут, че тут, че тут, че тут? Что это такое? Что ты делаешь? Так, отойди отсюда. Ничего не трогай, Нэнси, блин. Любопытная Варвара. Сейчас что-нибудь натворим делов еще каких-нибудь. Ага, вот сюда можно еще пройти. О, смотрите. Дневное обозрение. Местный мошенник. Вы помните, немногие жители нашего города помнят маленького Декстера Игона, приемного сына шоколадного магната Эзера Уикфорда. Мы уже почти забыли о том жизнерадостном мальчике, который жил в замке Уикфорд вместе со своим отцом. Зато мы никогда не забудем расчетливого юного преступника Декстера Игона. Говорят, что именно из-за неприятностей с сыном Уикфорд стал отшельником в своем замке. Мы часто пугали своих детей именем Декстера Игона. Если ты не будешь слушаться, то станешь преступником таким же, как и Декстер Игон. Ничего себе. Как будто, я не знаю, он серийный убийца-маньяк. Да, мы называли его фальшивым маньячиком, осужденным неудачником, конченным человеком. И вот, по прошествии 25 лет Декстера освобождают. Занимательно, что его выход из тюрьмы совпал с открытием гостиницы в замке Уикфорд, владельцем которого является молодая перспективная Кристи Лейн. Игон утверждает, что он хочет изменить свою жизнь и исправить ошибки прошлого. Но как? Станет ли он производить шоколад? Когда мы спросили Декстера о его планах на будущее, он был, как всегда, немногословен. Без комментариев. Значит ли это, что он представляет опасность для жителей города? Время покажет. Прямо для жителей города опасность, да? Мошенник. Он банки разводил, я насколько поняла, да? Не людей. Так, и че? И че? Зачем мне эта статья? Мы уже и так знаем, что он был мошенником, что как бы его отец лишил наследства, отрекся, имени даже своего лишил его. И это разбило сердца, я так понимаю, обоим, наверное. Ну, отцу так точно разбило. Как? Ага, это другое. Ой, че такое? А, это вот то, что мы только что ворочали, да? Зачем это? Я это зафоткаю. Хода нет. Да блин, ну че такое? А ключ-то где? Телескоп вижу. В него ничего не вижу. А, господи, тут еще есть справа сторона. Вот он, да? Так, ладно, пошли отсюда. Видимо, мне пока не надо. Куда-то там налево от дома, он сказал, повернуть надо. Где тут лево-то? Не поворачиваться никуда. А, вот лево. Тут лево такое неочевидное лево. А вот, да? Ага. Че происходит? Я че-то открыла, да? А где ключ вот этот вот? Вот этот вот ключ, да. Эй! Может, надо масленкой полить? А, просто зайти надо было. Ого! Блин, таинственный сад прям. Ой, мне так нравилась с детства эта книжка и фильм, который вот 93-го, что ли, года. Очень такой милый. Потом современный сняли в 20-м, что ли, году. Мне не понравился уже. Сад замка Уикфорд создан в память об Элеоноре Уикфорд. 1873-1944 год. Ну, там тоже сад. А, ну там не в память. Там он создал... Там в саду гуляла именно она. Так, это что такое? Что-то куда-то надо применить ведь, да? Там на какую-то голову или куда-то там. Там же Эзра что-то спрятал для Декстера. Так, что-то непонятное пока что. А вот и головы, да? Это он, да? Эзра. Сад в памяти жене? А здесь не ее почему-то лицо, а его. Так, вот львы какие-то стоят. Подожди. С этими... Может быть, надо что-то здесь накрутить? А-а-а. О-о-о. Поняла. Так, давай еще разочек. Вот так вот. Рычаг надо дернуть, да? Это же для него. Да, и вот у меня ключ есть. На. Так, это другой медальон. Их два? Может быть, их больше? Надо пойти к нему, да? Блин, медальон по-любому надо куда-то вставить и открыть. А, это что такое? Это ничего, видимо, да? Музыка такая победная пошла, торжественная прям. Ничего больше нет здесь посмотреть, нажать, нет? Видимо, нет. Давай вернем, как было. Да, вот так вот. Тут замерз пруд. Ну, не пруд, а фонтан в смысле. Все, видимо, выходим отсюда. Пошли. Сейчас опять по голове кто-нибудь даст. За второй медальон. Там, кстати, смотрите, видели, видели, видели? Сейчас покажу вам еще разочек. Сейчас, смотрите. Лев. Лев, видите, вот. И тут такой же. На замке. Так, я пошла. Не хочешь отдавать медальону? И не надо. Да я не брала его, дурак. Ты что, совсем? У меня по голове огрели. Ты сам видел? Дебил какой-то, господи. Ой, почему все-таки тупые, 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 тупые. Вообще эти жаки всякие. А, ушла. Ну, что, скажем ему? Привет, Нэнси. А, про это скажем давай. Мистер Иган, мне все известно. В старом номере дневного обозрения я почитала, что вы выросли в этом замке. Даже не знаю. Ладно, сдаюсь. Эзра Уикфорд усыновил меня. Но когда мне исполнилось 16, я покинул замок и никогда больше не видел отца. Я совершил ошибку. Вот и вся правда. Довольно? Я это... Мы же прочитали это в дневнике Эзры. Мы же не знали, типа, по идее. Мы же не должны... Мы же не могли ему сказать, что мы все знаем, потому что, как бы, это в дневнике в библиотеке читали. И вы ни разу не пришли навестить его. Почему вы ушли из дома? Ну, почему вы ушли из дома? Знаешь, некоторые вещи нельзя объяснить. Это было давно, и ничего исправить уже нельзя. Мы не дадим ему медальон, да? Увидимся, мистер Игон. Как скажешь. Я предлагаю этот медальон вставить, знаете, куда? Там, где была вот эта вот платформа. Где вот эта вот Ходжкинс? Вот там вот. Вот рядом с ней где-то. Нет! Ты иди, твою мать! Вся моя, это, на смарку пошла. Блин, беда какая. Так, подожди, а как мне теперь попадать в эту тайну комнаты? Опять вот этими окольными путями, да? Боже, как вспомнить, как я туда попадала? Мне все так же надо просто крысить, да, через библиотеку или нет? А как он не узнал, не спросил, как мы попали вообще в эту комнату? Через какой ход-то? Ну, типа через шахту лифта, да? Ну, да, наверное. Ну, я не знаю, что-то как бы мог спросить на самом деле. Просто либо тогда могли бы зафиксировать, что здесь уже можно ходить нормальным способом каким-нибудь. Так, ладно, лезу. Лезу, опять лезу. Давай. Вниз. Там как-то вот так вот надо еще вот здесь вот развернуться, потому что потом, если ты развернешься в ту сторону, ты уже в эту сторону не повернешься, только придется наверх лезть и сверху опять поворачиваться как-то так. Как-то так все это работает. И, конечно же, ой, какая прелесть. А что вот эта кнопка делает? А, она не работает. Ну, да, теперь смотрите. Третья, первая, третья, первая, вторая, нет. Да. Третья, первая, вторая, пятая. Третья, первая, вторая, шестая, пятая, нет. Третья, первая, вторая, шестая, четвертая, пятая. Пускай меня! Ты смотри, в этот ход все знают про ход сюда вообще. совершенно не секретная локация так мне сюда да не сюда вот сюда мне да вот сюда да потому что есть ключ вот нет нет вот этот главное что здесь не убили так это что такое чуть такое блин это какие-то знаки они кстати не очень четко видны круг четверка какая-то ересь кандалы все беда что-то менялась нет наверное надо развернуть вот это правильно что пройти вот туда это типа мост а разворачивайте по вот этим вот штучками да бляха как отработает то вот так нихрена они должны быть все на одной длине или чё чё да не то всего три положения во всех трех попробовал ничего не получается блин чё делать а я застряла нафиг сюда пришла как выйти хочу девкам позвонить опять чё тебе может сказать во смотри да есть попасть в башню но не могу пройти мимо колодца я помогу тебе но нам не следует говорить об этом здесь и сейчас перезвони позже д когда увидимся мистер и гон поколимся ой боже мой так ладно хорошо увидимся позже так это с нами все очень разговаривает женщина профессор нет не разговаривает все давайте тогда идем звонить девкам если конечно получится это сделать где это блин место выйти как пространство боже мой куда идти в какую сторону сюда пойду так вот попала 207 мне в 205 вот мое место вот она все давай отвратительно ну давай каким образом к эзре выкфорду попал медальон мария антуанетты с красным камнем я думаю миссия лебёв забрал его у королевы при аресте в арене а эзра выкфорд выкупил медальон у его семьи вместе с библиотекой а сколько всего таких медальонов было интересно мне нужно решить что делать дальше есть какие-нибудь предложения думаю ты скоро узнаешь что-то важное заряди аккумулятор видеокамеры и посмотри кассету до конца чего какой аккумулятор какой видеокамеры че чё это видеокамеры и посмотри кассету до конца что простите какой аккумулятор какой виде так подожди давай девкам позвоню один пять два три пять 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 двадцать пять восемьдесят три какой аккумулятор как у меня не было никакого аккумулятора никакой видеокамеры нет где такое увидеть что новенького я нашла вентиляционную шахту которая ведет из шахты лифта в библиотеку так я и знала значит ты побывала в библиотеке там действительно устроили погром вообще сейчас ужасный беспорядок злоумышленник даже пробил дыру в стене мне кажется он что-то искал а ты знаешь что именно пока нет когда я хотела осмотреться в библиотеку вошел декстер и что ты сделала спряталась вентиляционной шахте декстер что-то поискал а потом ушел это очень подозрительно он ведь просил ничего не трогать до приезда полиции когда она приедет интересно что ищет преступник наверное в библиотеке есть книга с ответом на этот вопрос или карта которая ведет к сокровищам а может быть вандал уже забрал то что мне нужно по моему старик декстер так не считает я нашла секретную комнату в библиотеке там есть тайная комната кажется когда-то это был кабинет эзра викфорда оказывается декстер игон был его приемным сыном но эзра отказался от него почему декстера обвинили в подделке документов наверное после этого эзра не захотел иметь с ним ничего общего значит у декстера игона темное прошлое интересно зачем он вернулся в замок может он решил отомстить кому уикфорд давно умер да денег он хочет когда дело идет о месте логика отступает на второй план а ну вы толкушки просто и я здесь почитала книгу о марии антуанетти нашла что-нибудь интересное король подарил марии антуанетти дорогую тиару с рубином сапфиром и изумрудом еще в ней был огромный бриллиант но королева отказалась ее надеть надо же никогда не слышала чтобы королева не любила драгоценности но это еще не все перед казнью королевы тиара исчезла ее до сих пор не смогли найти может быть она находится в замке уильям именно за ней охотился вандал который разгромил библиотеку может это и есть подарок о котором уикфорд написал своем стихотворении а по моему шоколадный магнат не стал бы дарить приемному сыну тиару которая стоит миллионы почему нет может быть да может быть он так пытался искупить за то что лишил его всего несмотря то что тот мошенник он все-таки был его сыном пусть и приемным он же влюбил он заботился и как мы видели что он как бы да очень сильно переживал за это я видела сад эзра викфорда угадайте что я там нашла лапку кролика зеленого лепрекона не угадали на самом деле медальон с красным камнем как думаете стоит рассказать о нем декстеру еще бы подозреваемому нужно доверять безоговорочно по моему джесс хочет сказать что нужно выяснить зачем вообще нужны эти медальоны а уж потом кому-нибудь о них рассказывать ну так-то эзра вообще-то хотел этот медальон чтобы получил именно декстер шкафчике жака я нашла брошюру о бриллиантах письмо его невесты и предупреждение службы иммиграции как чувствует себя его невеста она счастлива на самом деле не очень она хочет чтобы он быстро что-то сделал но я не поняла что денег раздобыл жаку нелегко приходится да уж надеюсь он не один из тех кто женится на девушки чтобы остаться в америке всякое возможно да он же тоже наверное блин никакой дневник он не ищет он хочет найти вот эту тиару либо за тиарой все охотятся либо он хочет дневник продать в принципе то и что заливал нам в уши что все эти франции помогите я не знаю что делать дальше ты подбираешься к чему-то очень важному нужно посмотреть видеозапись до конца то вы чё дурили какая видеозапись а какой видеозапись речь идет вы чё толкушки делаете все какая видеозапись у меня нет какую видеозапись подожди может быть внизу в шкафчике у этой у лизы как как ее звать эту баба короче из бетховена как как где этот вниз находится подожди сейчас я схожу туда блин вообще просто тупик какой-то полнейший ничего там нет вообще никаких видео кассет чё за бред вообще происходит в этой вместе блин сраном чё такое блин а все все никто со мной не разговаривает больше как с этой бабкой поговорить теперь с этой профессоршей даже развернуться невозможно нормально ну как попасть сюда ты теперь вот наконец-то стрелка появилась а во сколько она идет у камина сидеть она говорила мне что-то в 3 утра до или что такое ну-ка пойду сейчас давайте я посплю да детка так вот ура и которую подарили мария антуанетти конечно же это все из-за печально известной теории люди считали что мария сама распорядилась делать это украшение и ненавидели ее но на самом деле тиару заказал ее муж король луи 16-ый ко дню рождения королевы и угроза не хотела ее брать и надевать а за несколько месяцев до начала французской революции тиара украли ее так и не нашли ее до сих пор не нашли ходили слухи что королева уничтожила тиару но никто не смог найти доказательства какие должны быть доказательства уничтожены тиары ошметки осколки бриллиантов изумрудов что как до встречи до встречи пока и все да да детка до встречи хорошо а подожди она же сказала что мы можем к ней в комнату ходить мы ходили но там ничего не было но они там там же видеокассета камера видеокамера там по моему стояла нет разве блин если это так то это вообще прям беда пойди вспомни об этом это было когда уж давным-давно мы занимались этим она сказала еще до 6 утра можешь как бы ошиваться в моей комнате давайте точно давайте будем ошиваться ничего нового тут нет да нет где 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 это где это где это так вот здесь был чё-то ты посмотри синий подожди а у жака был какого цвета у него синий был это она нас ударила дрянь такая ах ты мерзопакостная дрянь так подожди я увидела я увидел я увидел вот она ты посмотри какая мерзавка подожди так мы смотрели видеозапись точно она пошла короче смотреть и там что-то произошло на закричала еще а зарядилась нет что-то мне подсказывает что он придется еще раз промотать время на три утра и только тогда она зарядиться я просто как бы уже стою стою ничего не происходит пойду помотаю хорошо а у нее нет красных следов на этих на ботинках не нет ничего чистёхоньки я практически запомнила расположение где какие комнаты проспим сутки целые ну чё устали нас по голове тем более недавно треснули чё бы нет то надо было в первый раз поставить я не догнала тогда о что не да это какое-то отверстие интересно зачем она для медальонов часа зарет ой-ля-ля сейчас посмотрим какая красота а цвета значит это то о чем говорила хельга где мой медальон о он подходит внимание хочешь кис пять баллов за работу что у нас здесь послание эврика так так значит бриллиант да иди ты мать опять сейчас я спущусь к ней пообщаюсь с ней может она чё толковой в этот раз скажет так где ты там да детка а теперь ты можешь на вашем столе я видела письмо от баронессы фон хансельдорф медальон который она вам подарила случайно не с голубым камнем конечно нет откуда ты это взяла в моем медальоне был зеленый камень все остальное только подобие оригинала жалкие подделки и не более того ухты бухты бухты я думаю что они все оригиналы подожди у нее был зеленый стоп а синий тогда у тебя откуда ну я же говорю синий был у этого чувака у жака может быть надо к нему пойти чего вы думаете о лизе острым а ты говоришь а если да очень проворная но я сказала чекстеру что моей комнате убирать не нужно не понимаю почему я ничего не сказали я не понимаю она притворяется дурной шальной или она реально такая не от мир сего не может не им не запомнить ничего как вдруг она притворяется очень так хитроумно хитрожопная бабка короче сто процентов она все притворяется так и что мне дальше делать то в итоге а дальше мы продолжим в следующей серии если понравилось ставьте лайки если не понравилось то просто проходите мимо в описании под видео будут ссылки на предыдущие серии на всякие разные группы аккаунтов которых почти ничего нет на этом все продолжение следует а а а а а